Начал пресс-конференцию начальник областного управления ГАИ Сергей Талатай с данных статистики за минувший год. Может быть, в чём-то жёсткая, но очень показательная мерила эффективность работы автомобильных инспекций в большинстве стран мира – это количество погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения. На Брещене в прошлом году данный показатель составил 5,7 человек. Это самая низкая цифра в республике. Для сравнения, в 2005 году она была больше 20. Средний европейский уровень на сегодня – 6 погибших на 100 тысяч человек. 561 ДТП произошло на территории области. Это практически минус 14%. От предыдущего года 79 человек мы потеряли на дорогах Брестской области. Скажу так, цифру 100 погибших мы не преодолевали никогда. Всегда было больше 100. Все годы. Сегодня это 79, это минус 33 человека. По сравнению с прошлым годом, это минус практически 30%. 600 человек было травмировано. Это также цифра значительно меньше прошлогодней. И 60 происшествий совершили водители в состоянии алкогольного опьянения. Это минус 24 по факту, либо минус 14%, если говорить в процентном соотношении. Такие цифры – результат планомерной многовекторной работы. У неё множество составляющих. Среди них и не всегда простые, порой и непопулярные меры. Некоторые решения, притворённые в жизнь Брестской автомобильной инспекции, в минувшем году вызывали поначалу бурную реакцию общественности. В частности, установка так называемых лежачих полицейских. Не всем автомобилистам пришлось по нраву существенное увеличение их количества. Однако там, где они были установлены, сегодня практически не происходят дорожно-транспортные происшествия. Вы посмотрите, сколько в Бресте, применяя этими инженерными решениями, мы сняли проблемы. На советских конституциях прошёл год, мы ни одного человека даже не травмировали. Сегодня 28 июля улица где изменили. Сегодня бульвар космонавтов напротив дома, я сейчас не скажу, вы знаете, пересечения бульвара космонавтов Машерова или Московская. Там каждый год были травмированы люди. Положили две искусственные неровности. Всё, нет проблемы ни одного человека, ни одного. Разве это не стоит того? Придёт время, я заверяю вас и уверяю, придёт время, и мы будем их срезать, мы снимем их, когда снимем напряжение, когда изменим сегодня общее видение безопасности у людей. Большое дело сделало и улучшение дорожной инфраструктуры. В пример можно привести реформирование перекрёстков, где было увеличено количество полос и введены дополнительные фазы светофоров. Особенно заметно это в утренние и вечерние часы пик. Напряжённость значительно спала. И такая тенденция характерна для ситуации на дорогах области в целом. Но останавливаться на достигнутом нельзя, ведь всё это ещё только один из этапов воспитания общей дорожной культуры. Много задумок на нынешний год. Продолжить вот этот нисходящий тренд, скажем так, с травмированием людей. Ну и поддерживать имидж самой безопасной области. Был развеянный миф, который гласит, что инспекторы ГАИ нацелены только на применение административных рычагов воздействия, то есть штрафов и лишений. Это не так. Безусловно, когда нарушения серьёзные, без таких мер не обойтись. Однако всё чаще сотрудники автомобильной инспекции стараются предупредить применить превентивные способы воздействия. В прошлом году протоколов о правонарушении было составлено меньше на 44 тысячи. И эту цифру тоже можно отнести к достижениям. Значит, действительно, меньше нарушаем правила. Реже надеемся на авось и действуем сообща с теми, кто отвечает за нашу безопасность на дорогах. Продолжение следует...